Актуальная тема В Рео главы республики Бурятия попросил удалиться всех представителей средств массовой информации Потому что он собирался резко критиковать виновных в том, что они не подготовили необходимые документы Гость нашей сегодняшней студии Андрей Бородин, координатор Байкальской экологической коалиции О том, что это было за совещание, что не подготовили, какие документы не были готовы Мы сейчас узнаем. Андрей, добрый день Добрый день Ну, во-первых, что за совещание? Ну, на самом деле, это первое совещание уже в составе руководителей правительства Которые являются исполняющими обязанности по своим направлениям И в Рио главы республики Потому что действительно на 20 января запланировано совещание Которое пройдет в Иркутске Федеральной рабочей группе Февраля, да По подготовке приоритетного проекта Байкал, Великое озеро, Великой страны И как раз в понедельник уже должны представлены быть комплексные предложения О том, с какими мероприятиями, с какими идеями, с какими инициативами Республика будет выходить на федеральный уровень Для того, чтобы решить все накопившиеся проблемы Связанные с озером Байкал С жизнью местного населения И с тем вообще, каким образом мы будем развиваться Не только в центральной экологической зоне Но и в целом на Байкальской природной территории Что составляет три субъекта Российской Федерации Конечно, это достаточно такая важная работа И к ней необходима достаточно тщательная и конкретная подготовка В этой программе, в том, что нужно подготовить Четыре раздела Как я понимаю, это сохранение водной среды и биоразнообразия Модернизация системы жизнеобеспечения Ликвидации накопленного ущерба Бизнеса, инфраструктура и туризм Одно из этих направлений По одному из этих направлений Были подготовлены необходимые документы И три направления провисли Как говорится К чему подготовились, что упустили? На самом деле, здесь немножко не так Подготовлены, в принципе, предложения по всем этим мероприятиям Единственное, они не структурированы в одно общее целое Потому что у нас вот так получилось Что каждое ведомство готовит сугубо по своему направлению Министерство природных ресурсов отвечает только, допустим За развитие экологической ситуации на территории И решение каких-то там накопленных проблем, которые существуют Министерство экономического развития на Министерстве экономики Оно отвечает только за развитие туризма И за общую интеграцию какой-то бизнес-деятельности Ну, соответственно, так как проект является комплексным И проблемы не только каких-то конкретных ведомств А это целиком Здесь и проблемы Министерства транспорта По транспортной доступности Министерство строительства, которое отвечает за очистные И за водоснабжение населенных пунктов Министерство социальной защиты Потому что там расположены какие-то социальные объекты Есть определенная часть населения Которое, к сожалению, не может сейчас Оплачивать по каким-то тарифам На экологические мероприятия Утилизировать за собой тот же самый мусор Это все целый комплекс И поэтому изначально, когда проект предусматривался Для того, чтобы реализовать его Необходимо было создание такого проектного офиса Который был над структурой На уровне хороших таких управленческих возможностей Для того, чтобы можно было передавать поручения Руководить каким-то процессом Запрашивать дополнительную информацию Но, к сожалению, в силу того, что временные рамки По документам из федерального центра Были не очень хорошо четко изначально обозначены Это вот просто скопилось в такой цейтнот И вот в рамках этого цейтнота Уже новый в Рио вынужден работать А кем допущен вот этот цейтнот, собственно говоря? Почему вообще его допустили? Изначально это, конечно, можно сказать, что Наверное, отчасти позиция федеральных ветостов Которые действительно, они в целом за страну отвечают Байкал, хоть он и является нашей жемчужиной планеты Как бы гордостью России Великим озером великой страны Как действительно мы его должны воспринимать Но, к сожалению, там у федеральных чиновников Достаточно много и так текущих дел С ученой сложной экономической обстановки Которая сейчас происходит Изменений, которые требуют каких-то адекватных мер И когда у нас просто наступает Срок исполнения Все начинают судорожно за какие-то вещи готовиться Я думаю, здесь просто сложилось течение обстоятельств определенных Хотя, на самом деле, когда была создана рабочая группа При главе республики еще Вячеслав Владимирович Мы там эти вопросы обсуждали И пытались сказать, что нам нужно создать Какой-то координационный орган Чтобы сделать более комплексные Вот эти все подходы выявить Это было 25 января Но, к сожалению, тогда как-то, может быть, нас не услышали Или не было возможностей И поэтому вот все сложилось в той ситуации Которая сейчас у нас присутствует Но Байкальская экологическая коалиция Насколько я понимаю, она была создана Практически под выполнение этого проекта Почему общественники смогли Общественные деятели, экологи и так далее Различные абсолютно разные команды Смогли как-то скоординировать свои действия Причем первое заседание Байкальской коалиции Экологической, оно прошло, по-моему, в числах еще в 15-х Насколько я помню Почему общественные деятели смогли Смогли себя как-то взять в руки А вот люди, которые, собственно, и должны отвечать За исполнение этого проекта Они вот не организовались Что касается общественников, здесь, конечно, наверное Это естественный этап развития Потому что в любые такие переходные периоды А мы сейчас действительно наблюдаем в нашей стране Достаточно такой яркий момент Когда от тех событий и тех ситуаций, решений Которые будут приняты сегодня Будет зависеть дальнейшая жизнь и судьба страны На многие десятилетия И поэтому, так или иначе, выросло новое поколение Общественных активистов Вот, допустим, в нашем лице поколение 30-40-летних Уходит старое поколение в лице тех монстров Можно сказать, общественной деятельности Которые создавали вот в 90-е годы Вот эту всю информационную площадку И сейчас действительно мы чувствуем Что нам нужно совместно решать какие-то проблемы Чтобы у них забрать какой-то опыт И нам наше видение То, как мы хотим видеть нашу республику Для своих собственных детей Потому что, кроме нас, сейчас за это точно никто не сделает Что касается органов власти Ну, наверное, здесь можно сказать Что накопился какой-то такой элемент, может быть, усталости Потому что все предложения, которые разрабатывались И правительством, и главой республики предыдущей Они как-то погружались в какую-то трясину Законодательной работы Ограничения, отсутствие финансирования И реальных результатов добиться было очень сложно Допустим, ты тоже строительство отчистных Там и ПСД надо разрабатывать, на которых денег нет У муниципала Закон это не позволяет из субъекта передавать деньги И вот эти все сложные моменты очень долго расшиваются По большому счету, без федерального центра Сложно было бы что-то сделать Но сейчас уже действительно, по итогам 2015 года Когда были пожары, обнаружилось это спирогиры Резко упал уровень воды в озере Это, конечно, вышло на поверхность И требует каких-то активных действий И федеральный центр это понимает И готов уже сейчас по-новому разговаривать Но может быть у местных руководителей Ответственных за направление Как-то уже они не верят в какие-то Может быть происходящие перемены И находятся в немножко таком режиме ожидания Если вот от нас потребуют Скажут, что работаем вам 100 миллиардов На охрану Байкала Мы тогда возьмемся и начнем эту работу А есть ли этот режим ожидания реально? Потому что все вот эти направления Они не раз, не два и не один месяц Они годами уже обсуждаются Развитие туризма давно уже обсуждаем Бизнес и инфраструктура Еще дольше обсуждаем Модернизация системы жизнеобеспечения Ликвидация мусора и отходов жизнедеятельности Ну вот последние два года Это прям каждую неделю у всех на слуху Почему неужели нет заранее уже какого-то плана У каждого ведомства По решению этих проблем Они есть эти планы Единственная проблема, наверное, сложность в том Что они носят сугубо ведомственный характер Потому что, ну что такое министерство Оно распределяет деньги Вот оно получило финансовые средства У него заложены мероприятия Они их торгуют Соответственно еще выигрывают какие-то поставщики Которые входят в какую-то определенную систему Взаимоотношений сложившейся Но это какой-то бизнес, который занимается Вывозом мусора, допустим Или строительством, проектированием очистных сооружений И все проводится только в рамках этой системы Здесь не задействуются, допустим, какие-то Частные инвесторы, которые хотят делать инициативу местных поселений Вот эти связи были утрачены И поэтому, когда начинается реализация Сразу, что они вроде хотят хорошо сделать А вот мы, общественники, приходим Начинаем вдаваться Почему здесь не так Почему плохо построено Почему мощности были завышенные То есть общественники виноваты И так далее И по большому счету складывается, может быть, такое ощущение Что действительно, как-то мы создаем Вот это информационное поле Напряжение И нет конструктива Но вот наша задача коалиции Как раз и была Собрать всех вместе Вы не представляете, какие проблемы На уровне коммуникации Именно с точки зрения объединения разных взглядов Происходят у нас внутри коалиции Вот мы прямо чуть ли не ругаемся до потолка Как говорится По поводу запрета вылова омуля Потому что кто-то говорит Что нет, это нельзя Местные люди останутся без средств к существованию Эти люди веками здесь жили Это их культура Условно говоря, если вас из-за Сибири В Африку постлать жить И вот как вы что будете делать Вот аналогично Другие же экологи говорят Нет, надо запрещать Потому что вот этот браконьерский вылов Да, вот все, что мы видим Что грузовиками омуль вывозится Это же явно не сказывается положительно На той ситуации Плюс еще накладываются вот эти все Экологические проблемы Там с уровнем воды и так далее Поэтому вот А я еще в январе говорил Что вы передеретесь Внутри своей коалиции Ну нет, мы по крайней мере стараемся Объединять все инициативы и интересы И потихонечку вот этот процесс нашел За последние вот три дня Мы уже порядка шести встреч провели С органами власти И этот процесс идет Жалко, что он немножко может быть так Как-то экстремально проводится Но я думаю, что в понедельник все равно Наша республика представит Свои идеи и предложения Тем более вот в рамках нашей коалиции Есть интересные фишки Которых нет ни у кого И они никогда не предлагались И если хотите, мы можем и об этом поговорить Ну если прямо сейчас об этом можно говорить До того, как они презентованы То конечно Я думаю, да Ну какие фишки вы готовы предложить? Да, ну на самом деле Для начала единственное Почему вот именно 20 февраля? Что это будет? Тут видите, у нас есть такой итоговый срок 20 апреля Когда должен состояться Совет по стратегическому планированию При президенте Российской Федерации Соответственно от этого срока Отчитываются все нормативные интервалы Для того, чтобы подготовить необходимую документацию Потому что согласно методологии Проектного проектирования Согласовать вот само содержание проекта Его инициативы Подтвердить финансирование Должны органы власти Как федеральные, так и субъектовые Это три субъекта Всем надо разослать Чтобы они провели через свои Там системы обсуждений Потом это еще должно уйти на обсуждение Общественных экспертов Общественные советы Общественная палата И задача-то как раз Консолидировать все усилия Чтобы мы все были в одном формате В отличие от тех федеральных целевых программ Когда как раз было Вот есть деньги Есть подрядчик Есть какая-то работа Грубо говоря Вот за два месяца До даты X Вы должны собраться Вот межрегиональную Некую встречу провести Где высказать свои предложения Вот в понедельник Какие предложения Вы готовите Что за фишки Ну на самом деле Мы как общественность Исходим из двух позиций Первое Что действительно Байкал это уникальный Объект Всемирно-природного наследия Это не то Что нам какой-то подарок Дан Сверху-свыше Это именно нам Дано Нечто такое Сущное Энергетическое Глубинное Объемное Что мы сами до конца Может быть еще не понимаем И потенциал Байкала Может быть будет раскрыт Только через Многие там столетия Но сейчас Мы потребительски К нему относимся И вот Те мероприятия И как мы вообще Сами живем Наш образ жизни Он ничего хорошего Для Байкала не делает Конечно Есть мнение специалистов Что вы тут сейчас переживаете Байкалу там Миллиарды лет И он еще Сам справится Да Будет жить Сам справится И так далее Но тем не менее Мы-то хотим Чтобы Байкал Таким как видели мы Когда вот я еще Там в школьном возрасте Ездил на тот же катакель Поклонялся этим водам Чтобы он остался Именно таким И для наших Внуков и правнуков А сейчас Такой гарантии у нас нет Поэтому Самое главное Это сохранение В ущерб Может быть там Экономике Каким-то процессам Развития производства Добычи там Полезных ископаемых И так далее И самое главное Что это все-таки Туризм Вот я думаю Что каждый Житель республики Хотел бы Чтобы его дети Внуки летом Просто приезжали Отдыхали на Байкал Не столько значит Там чтобы Пляжным отдыхом Заниматься Пузо греть Как мы любим говорить Но просто вот Погрузиться вот в эту Энергетику Почувствовать вот эти Эмоциональные ощущения Восходов и закатов На Байкале Но если у нас В ближайшее время Не будут созданы условия Для того чтобы Мы могли это делать У нас ничего не получится Потому что Те тонны мусоров Которые с каждым годом Все больше и больше Вывозятся Это практически Уже такая Ну нетерпимая ситуация И многие люди Вот с Иркутской стороны Особенно Да Когда даже местные населения Вот приезжают Смотрят на Байкал И видят Изъезженные Квадроциклами Вот эти тропы Горы мусора Какие-то частные там Домишки бревенчатые Вот как у нас Из тел перевозят Да Наспех сколотили Там какая-то Металлическая крыша Старые Потертые Бревенчатые звенья Это конечно Говорит Это не мой Байкал Которым я привык Я не хочу на его Таким образом смотреть А в дальнейшем Если мы рассчитываем На туризм А это действительно Наше достояние И с точки зрения экономики Пригласить сюда людей Чтобы они оставили здесь деньги Накормить их вкусными блюдами Ну Все это мы проговаривали Не так давно Вот буквально на этом месте Сидел Андрей Сукнев С которым мы спорили Какой туризм нужен Бурятии Массовый Который будут развивать С иркутской стороны О котором заявляют Либо вот такой Экологический Зеленый Практически брать Каждого за руку И водить По нашим лесам Тропам и так далее Ты за какой туризм Для Бурятии В конечном итоге Мы сбалансировали Всю систему вокруг Байкала На иркутской стороне В силу того Что у них дешевая Электроэнергия Более развитый Строительный сектор Есть уже крупные поселения Которые были на Байкале Там будет у них развиваться Классический туризм Отельного плана Развлечения Дискотеки Бары Катания Лакшери Стайл И так далее У нас же все-таки Чисто в поддержку Андрея Яковлевича Выскажут Что здесь был вообще Территория великого запрета Чингисхан говорит Здесь нельзя ничего делать И вот мы как раз Создаем структуру Вот если ходим мы на Байкал То только по этим тропам Если мы выходим Где-то на берег То только на тот берег Где есть уже А экономически Абсолютно обоснованно Потому что изначально Вот наша идея стоит Проложить вокруг Байкала Вот эту большую Байкальскую тропу Длина которой составит 2000 километров Между участками Примерно там По 10-15 километров Расположить кемпинги Которые могут стать Центрами для сбора Того же мусора Для решения проблем Там с отходами И так далее И на эту территорию Ну допустим Вот как лагерь Вы знаете хотя бы Один хороший качественный Спортивный лагерь Куда бы вы могли Без проблем отправить Своего ребенка Чтобы он там пожил в палатке Ну пока у меня не было Такой цели Поэтому я не мониторил ситуацию По большому счету Таких у нас мест нет Потому что где-то нельзя Где-то клещи Где-то есть угроза Там пожаров И так далее Вот если бы мы создали Вот такие комплексы То у нас даже Собственные дети Да собственно население Республики Оно бы приезжало туда Обогащалось Вот этой культурой Энергетикой И задача Мы проектируем Порядка 50 таких вот Кемпингов Численностью там От 50 до 300 человек Ну когда можно проводить Какие-то массовые мероприятия Там праздники Фестивали Это же тоже все Входит в культуру Да вот сколько Отличных отзывов О голосе кочевников Это можно вот Переносить на территориях И тогда Действительно и культурный уровень Да и уровень Вот этой жизненной энергетики Который Он был всегда на Байкале Потому что там была рыба Там потому что была природа За здоровьем люди туда ехали Да Он там может возобновиться Потому что сейчас По большому счету На Байкале очень сложно жить Это нельзя То нельзя Получается да Иркутянам оставили Массовый туризм Отельный и так далее Который довольно дешев Да Во-первых в Иркутск И прилететь дешевле Да Добраться до Иркутска И сам вот такой Вид отдыха Он не сильно затратный Да Для Бурятии Прилететь дорого Чем меньше туристов Соответственно Каждый турист Должен заплатить больше Да За вот такой вот Шанс Да Прикоснуться к великому Запретному И заветному Чему-то Да И поэтому Получается что К нам полетят Более богатые Туристы Такой Вы собираетесь Пропагандировать Лакшери туризма На Байкале Ну Что делать Местным жителям Которые Не получают Таких денег Ну Местным жителям Имеется ввиду Допустим Города Улан-Удэ Или республики Ну да Республики Улан-Удэ Которые вот так же Любят приехать на Байкал Поставить палатку Посидеть у костра На самом деле Здесь ничего Такого делать не надо Яковлевич Сухнев сказал Запретить дикий туризм Делать только кемпинги Не ну Что такое кемпинги Это и есть тот же Дикий туризм Только ты ставишь палатку Не там где тебе Взбрелось И где потом Никто за тобой Не посмотрит Увез ты там Мусор А вот большая такая Площадка Я не скажу Что это будет ровная Где там как В больнице Или на войсковой Плацдарме Будут прямо Поставлены палатки Шахматном порядке Это все так же В лесах Органично Но это система Там четко знает Что такого-то числа Там обход мусора Такое-то проверка состояния Там чтобы Никаких угроз не было Это все будет доступно Тут мы не говорим Что мы закрываем Для местного населения Наоборот Хотим его вовлечь Если у нас будет Больше людей Ну понятно Что допустим В населенных пунктах Нету тех экскурсоводов Которые могли бы Рассказать там Про растения Которые где-то На тропах находятся Или про какие-то Орнитологические Интересные факты Андрей У нас даже сейчас Да я перебью Извини Как бы поехать На Байкал И жить там Ну скажем так Не в пятизвездочном И даже не в трехзвездочном Отеле Это какой-нибудь домик В лучшем случае Либо база небольшая Оно стоит зачастую дороже Чем уехать В Вьетнам В Таиланд И так далее Как только у нас Появляются Некие места Хорошо оборудованные Где есть инфраструктура Определенная Цены естественно Еще выше взлетят Этого не боитесь? Здесь цены Абсолютно не взлетят Условно говоря Смотрите Если есть какой-то Вот этот кемпинг Допустим на 300 человек Да там где вы можете Приехать Поставить свою палатку Пожалуйста Ваше место Но вы заплатили За стоянку машины Потому что вы на чем-то Приехали Вы же не повезете На себе дрова Допустим если вы хотите Шашлык или там уголь Привезти Но это теоретически Можно сделать Но зачем это все На себе перетаскивать Когда можно Это здесь же На месте взять И условно говоря Ваши затраты Составят только Ваши продукты питания Какие-то базовые вещи И допустим За то что вы сходили Там в туалет Три раза Или приняли душ В хороших комфортабельных Условиях Как бы это Ну за это вы будете Готовы там 200-300 рублей Заплатить Ничего не страшно А непосредственно За само место За койку Отбивать те инвестиции На строительство Там зданий Которых вы уже не будете И вот в этом-то стоит Как раз Задача масштабирования Потому что если Вот по плотности Считать 50 кемпингов Даже в среднем Там по 150 мест Это около 25 Двух с половиной Там тысяч Одновременного Мест размещения У нас Населенных пунктов Нету Просто сейчас Возможности дать У нас забитые Гостевые домики Там где-то не дозвонишься И в каких-то Халупах Извиняюсь за выражение Мы вынуждены ютиться А здесь Можно вот ваша палатка Если у вас нет Вы ее можете арендовать За те же там 200-300 рублей А не покупать за 4-5 тысяч Но это абсолютно Хорошие нормальные условия Если у вас ценные вещи Вам надо уйти Куда-то в поход Вы можете здесь оставить В камере хранения Никто не унесет и нет Задача именно в этом состоит И мы когда сами приедем Почувствуем У нас вот это сарафанное радио Одноклассниками, выпускниками Там вместе в Москве учился Они все приедут Посмотреть на Байкал Потому что вы все вместе Дружно под гитару Все это сделаете Вот в чем состоит задача Но от тех товарищей Которые будут приезжать У нас есть еще одна фишка Для того чтобы они тратили Свои деньги Мы им предлагаем Такой лечебно-оздоровительный Туризм Потому что эти кемпинги Будут связаны между собой Логистически Если допустим ты Разместился условно говоря Где-то там в Максимихе То ты по дороге В течение часа-полутора Можешь без проблем Съездить в Горячинск Попить там Аршана Искупаться в каком-то Горячем источнике Принять какие-то Медицинские процедуры И так далее И вот эту добавленную стоимость Ты тут заплатишь А ты можешь жить Также в палатке Тебя там шаттл какой-то Или рейсовый автобус Который курсировать будет Он тебя увезет То есть создавать Как раз дополнительные услуги С повышенной Добавленной стоимостью Допустим Собрал группу Вот как у нас Кандиходы Или вот наша молодежь Ходит В горы В лес Там 15 человек И люди довольны Тысячу рублей Отдать на гору Забраться Пофотографироваться Там на фоне Каких-то вещей Там где раньше Они могли бесплатно сходить Бесплатно сходить По горам Где ты сломаешь ногу Тебя никто оттуда не вывезет Ну аккуратно сходить Бесплатно Ну аккуратно Можно сходить Ну пожалуйста Ну условно говоря Здесь-то тебе расскажут Покажут Обучат чему-то Да Если там еще какой-то Обряд он проведет Медитации Да Это же все Можно авторски придумать Сейчас у нас Действительно Экономика Креатива становится И продаются какие-то вещи Нематериальные Но люди ради них готовы Если бы вот таких Условно говоря Послов Байкала Как мы их называем Было бы больше Это бы как раз и была Та самая экономика Когда была И тогда каждый местный житель Пусть он рыбак Ну поехали со мной на рыбалку Вот мне три человека надо Я тебе покажу удочку Это с каждого касс по тысяче Да Ну понятно Он будет сертифицирован Судно у него там Он обучен Как бы правилам оказания Первой помощи Так таким образом Можно всем работу Дать в тех же населённых Хорошо У нас к сожалению Остается не так много времени Вот картина Которая нарисована Да Сейчас здесь Заманчиво Не скрою Да Но вернёмся Как бы к нашим реалиям После того Как удалили заседание Представителей средств массовой информации Головы полетели или нет Все же ждут уже неделю Больше недели даже ждут Когда будут вот Какие-то Ну На самом Массовые И показательные порки На самом деле Здесь действительно Ситуация Отчасти складывается В силу Того же самого Нашего менталитета Подхода Да Что царь хороший А вот бояре плохие Мы всё время ждём Что кто-то за нас придёт Будет наказывать Выдвигать кому-то там претензии Начнёт разборки устраивать Ну как мы любим Да Мы же сами хотим Вот я-то правду знаю Типа Вот вы все такие Нехорошие И так далее На самом деле Это неконструктивно И то заседание Которое прошло Оно в достаточно Таком Рабочем Порядке Было Да Я не Наверное Буду не прав Если буду раскрывать Какие-то Конкретные вещи Да Потому что есть понятие Оверрекорд Да Для журналистов Это тоже закон Если вас попросили Не добывать информацию Таким образом Или не разглашать Что-то было сказано То этого нужно придерживаться Потому что в следующий раз Вам уже доверять не будут Также и Прошу Нас тоже понять правильно Но тем не менее Я к чему хочу призвать Да Вот мы Экологи Объединились тогда На пожарах В августе 15-го года Да Несмотря на то Что там у нас Не было ни денег Мы чего-то добились Ситуация по прошлому году Она уже более лучше Сейчас принятый закон По добровольцам Еще больше открывается Окно возможностей То же самое Для всех участников Поэтому По большому счету Это же классическая фраза Да Других писателей У меня для вас нет И по большому счету Если бы было Вот это молодое Деловое поколение Которое бы взяло На себя ответственность Ребята которые Продвигали бы какие-то Проекты Но умели разговаривать В формате власти Да Потому что проблема Общественников Сегодня тоже это было видно Что мы говорим Только о себе Мы сами себя слышим Других слышать не хотим И по большому счету Мне очень обидно Когда вот мы Перед властями Показываем себя таким образом Это тоже наша недоработка Мы будем В этом направлении работать Но я еще раз Вот призываю Все-таки нужно Консолидироваться Потому что Как в том же Маугли Наступают тяжелые времена Если мы там Вместе из одного водопоя Не будем Тигр там и лань Какая-то пить воду Да У нас ничего не получится То есть можно сделать вывод Да Что сегодня не только Ведомства различные Они не были Целиком готовы Да Но и вот Что-то произошло Еще и некий Раскол Скажем так Среди общественных деятелей Нет Среди общественных деятелей Раскол не произошел Наоборот произошла Как бы Консолидация Еще большее понимание Что нужно дальше делать Ну и последний вопрос Сегодня пятница Двадцатого или двадцать первого Двадцатого Вы уже вылетаете в Иркут Ну выезжаете в Иркут Да Для проведения Вот этих вот Этой встречи Осталось два выходных дня Были ли розданы Какие-то поручения И вообще Как вот Как запланировали Успеть подготовиться Ну вот Насколько я вот понял Да Здесь немножко Пытается Работать Наше правительство В новом формате Вот мы озвучиваем проблематику Вот вам весь Перспективный Допустим План действий Вот каждый чиновник Как ты себя ощущаешь Ты вот включаешься в работу По итогам Вот этой твоей реакции Позиции Отношения Мы потом посмотрим То есть это все В таком тестове То есть примерно Ребят Сегодня пятница Да Хороших вам выходных Но в понедельник Мы едем и защищаем Наши проекты Да Потому что по большому счету Ну Исполняющий обязанности Человек достаточно опытный Он в любом случае Выйдет на федеральном уровне Расскажет так как нужно Но для себя Сделает определенные выводы Какие вот эти выводы будут Это конечно будет зависеть Уже от того Как смогут наши чиновники И мы по крайней мере Все свои предложения Сегодня отправим оперативно Если будут звать на выходные Где-то посидеть Помочь поработать Мы всегда будем готовы Понятно Спасибо большое за беседу Я напоминаю Что в гостях у нас был Координатор Байкальской экологической коалиции Андрей Бородин И он чуть-чуть Приоткрыл завесу Тайного совещания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова